Что такое дорожная иерархия? Я покажу на примере вот этого вот района. Тут будет что-то типа современного района, я сделаю такую ровную планировку, прямо чтобы наглядно и четко видно было это все. Ну а перед началом, как обычно, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, короче, и включите колокольчик обязательно, потому что это важно, это реально надо. Оказывается надо. Вот раньше думал, что не надо особо, а оказывается надо. Итак, в общем, что значит такое дорожная иерархия? Начну с простого, буду объяснять, ну, типа, немножко таким детским языком. Итак, у нас идет хайвей, изначально через карту, вот, и, впрочем, ну, думаю, если бы города сейчас строились тоже, как бы хайвей, скорее всего, в первую очередь шел бы. Вот, идет хайвей, и получается, есть какое-то место, вот, на котором нужно построить город, и нужно проложить как-то первую дорогу. И, соответственно, в игре изначально есть, то есть, вот, какая-то развязка с этого хайвей, и на самом деле сразу могу сказать то, что обычно эти развязки зачастую двухполосные, то есть, как бы, одна полоса отделяется с одной стороны, одна с другой, и в итоге, как бы, эта дорога, ну, ее можно спокойно сделать двухполосной, и ничего страшного не произойдет, и это даже более, как бы, правильно будет для трафика, нежели трехполосная изначально, как вот она обычно, собственно, бывает, да. Здесь я сделал трехполосную только для того, чтобы у меня полоса для поворота и полоса отдельно для прямой была. Вот, впрочем, но я, сделая здесь вот эти все съезды, получается, я сделаю все-таки трехполосную дорогу для съезда, потому что, ну, чтобы объяснить, что такое, в общем, дорожная иерархия. Итак, в первую очередь, то есть, мы, получается, сейчас давайте восстановим такую же картину, как примерно у вас при начале создания города, ну, либо же, либо же, неважно, либо же вы просто тоже, точно так же, как и я, открыли какой-то квадратик, и, в общем, вот, строите. Итак, я ставлю обычную, значит, вот эту развязку. Она у нас сюда, конечно же, не влазит. Ну, как-нибудь, чтобы ровно было. Вот так. Вот. Итак, значит, затем, то есть, соединяю все эти хайвэи. Вот, и здесь у нас три полосы, как мы можем видеть, но отсюда приезжают только две. Третья полоса зачем? Третья полоса здесь нам не нужна. Но, чтобы она была нужна, я, пожалуй, сделаю вот как. Я обновлю вот эту дорогу до двух полос, ну, и, соответственно, вот эту тоже до двух полос обновлю. А вот здесь сделаю двухполосную, четырехполосную у нас же нету. А, нет, у нас есть четырехполосное шоссе, прекрасно. Вот я и сделаю вот здесь четырехполосное шоссе. То есть, будет появляться четвертая полоса, которая будет для поворота вместе с второй. А дальше у нас будет даунгрейд производиться до двух полос. Собственно, как и вот здесь. Только здесь у нас... Нет, здесь у нас до трех полос даунгрейд, а вот тут четыре. Ну, это правило, как бы, математики всей вот этих вот линий. То есть, это не дорожная иерархия. Итак, вот наша картина. Значит, у нас идет шоссе, на котором шесть полос по стандарту, да? Ну, то есть, три в одну сторону, три в другую. И происходит съезд в город. Вот, соответственно, чтобы не терять, как бы, ну, чтобы все было ровненько, красиво, пропускная способность была хорошая, нам здесь тоже нужна дорога шестиполосная. Это называется артериальная дорога. И вот мы берем любую шестиполосную дорогу. Давайте, например, вот эту вот. И, впрочем, проводим ее, получается, в город наш. Итак, я начну, пожалуй, с немного другого места. У меня будет примерно все вот так выглядеть. Съезд с этой стороны еще и съезд с этой стороны. Итак, тут у нас 100... Получается 80-80 стоимость строительства полностью. Значит, половина это где-то 40. Мы строим примерно вот так дорогу. И апгрейдим ее до вот такой, соответственно. И теперь просто присоединяем спокойненько вот эти все шоссе. Шоссе сюда. Ага, только у нас вот есть небольшие проблемки. Так, ну давайте 420, чтобы оно шло по прямой. После чего и сгиб будет небольшой. Точно так же, как и здесь. И все. Вот такой въезд. Итак, вот, значит, наша артериальная дорога. Шесть полос. Почему я начал здесь? Почему я, ну, переместился? Потому что у меня, в принципе, сам, ну, сама идея для рот-лай-аута немножко отличается. То есть я здесь, скорее, я здесь буду делать, как бы, наверное, не артериальную дорогу, просто вот такую, а шоссе. Тоже оно будет идти немного дальше. То есть, ну, это для... В общем, если весь город брать. Но пока что я покажу вот на таком примере. Итак, значит, то есть у нас есть въезд в город и всем хватает полос. То есть у нас три полосы шоссе превращаются в три полосы артериальной дороги. Далее, значит, нам нужно как-то распределять, соответственно, людей. И что для этого создаются? Коллекторные дороги. Коллекторные дороги — это дороги с еще меньшим количеством полос. Это дороги с четырьмя полосами. И то есть они идут точно по такому же принципу, как от хайвея нашего отделяется артериальная дорога, только, соответственно, коллекторные присоединяются к артериальной. Ну, либо же можно сделать, опять-таки, если вы не апгрейдите здесь до двух... Ну, если вы здесь, допустим, оставите две полосы, вот, то, получается, можете присоединить сюда сразу коллекторную дорогу. Главное, чтобы здесь и на этой дороге количество полос желательно, чтобы было равным. Вот. И, впрочем, вот мы, допустим, создаем коллекторную дорогу. И вот, не знаю, ну, к примеру, пускай вот такой блок у нас будет. Вот. Тут у нас, значит, есть коллекторная дорога. И, получается, таким образом мы, то есть, можем понасоздавать ее хоть через весь город. И давайте, в общем, что-то я тут попытаюсь наделать. Итак, вот у нас есть коллекторные дороги. То есть, они должны соприкасаться с артериальной дорогой, но не должны соприкасаться с шоссе. Опять-таки, за исключением того момента, если у вас вот здесь въезд всего на четыре полосы, но и здесь по две полосы. В общем, далее у нас идут какие-то дороги, которые соприкасаются только с коллекторными, но не соединяются с артериальной. И это локальные дороги. То есть, вот эти вот уже обычные двухполосные дороги. Вы их можете строить, ну, я не знаю, допустим, примерно. Ну, короче, я, пожалуй, я просто буду сейчас делать как-нибудь красиво, но они должны соединяться с коллекторными дорогами. То есть, ну, выезжать из четырехполосной, въезжать в четырехполосную. И, короче, то есть, на этих дорогах уже будут располагаться наши люди там, жилые дома и всякое такое. Вот. Итак, в общем, теперь, ну, значит, давайте я сейчас сделаю все это опять. Вот он лейаут, короче, который я сделал. Чуть-чуть, конечно, времени потратил. Пришлось постараться. Но, впрочем, как-то вот так это должно выглядеть. И теперь, наконец-то, я объясню толково. Ну, постараюсь, по крайней мере, уж тут поймите, как могу. То есть, в общем, для чего это все делается? Объясняю. Значит, вдоль вот этих локальных дорог ставится то, что меньше всего посещается. То есть, частные, скорее всего, или неважно, или высокой плотности, но дома. Вдоль артериальной дороги ставится, наоборот, самое важное. То есть, там, достопримечательности, какие-то еще штуки. Либо же вдоль коллекторной. Тут уж как хотите. В принципе, вы можете артериальную дорогу вообще ничем не заставлять. И то есть, сделать исключительно, ну, ее просто как проездной. А люди будут уже приезжать к каким-то ключевым объектам, съезжая на коллекторные. Вот. Вдоль коллекторных, соответственно, либо коммерцию, либо тоже, опять-таки, какие-то достопримечательности можно ставить. Вот. Ну, либо же можно, в принципе, дома поставить. То есть, если у вас не особо много чего такого крутого. И, соответственно, вот эти вот линии, то есть, они, точнее, не линии, вот эти вот полосы все, они как бы вот так вот идут по лестнице, да, иерархия. Типа, то есть, от шести к четырем и к двум. И, соответственно, для чего это сделано? Потому что, потому что у нас люди съезжают с шоссе. В первую очередь, куда они хотят попасть? Допустим, вот здесь у нас стоит, не знаю, достопримечательность какая-нибудь, да? Я поставлю просто парк, чтобы деньги не тратить. Здесь у нас стоит достопримечательность. Получается, здесь у нас стоит, к примеру, домик какой-то частный, не знаю. Вот. А тут у нас там, хз, типа, коммерческое здание какое-нибудь вот здесь. Вот. Итак, скорее всего, в первую очередь люди захотят, то есть, к достопримечательности приехать, да? Ну, то есть, это, наверное, самое посещаемое место будет. А к домику они захотят в последнюю очередь приехать. Потому что там живет, ну, как бы, допустим, там живет только один человек. И, ну, нет смысла к этому одному. Ну, то есть, блядь, что, все, кто съехали с хайвея, поедут к нему в дом? Нет. Соответственно, для этого его дом в меньшем приоритете ставится на самую незагруженную дорогу, то есть, на локальную. И получается, таких домов на локальных дорогах куча, да? И благодаря тому, что вот на артериальной дороге они не забиты, то есть, ну, или неважно, если бы были забиты, в принципе, ничего страшного не было бы. Но, ну, то есть, просто суть в том, что по артериальной дороге едет, как бы, вот в трех полосах куча-куча машин. Затем, то есть, кому-то нужно в домик на этом конце города, кому-то нужно в домик вот здесь. И, соответственно, часть людей отсеивается, часть людей едет прямо, часть людей едет, там, налево, допустим, и кто-то едет вот направо. И здесь, то есть, ну, как бы, уже они понемножку рассасываться, трафик начинает, да? То есть, разгружаться благодаря вот этому съезду. И здесь, получается, они съезжают на коллекторную дорогу, и коллекторная дорога, она, как бы, создана для того, чтобы вот проходить сквозь вот эти вот районы жилые и собирать людей. Поэтому она называется коллекторная, да? Вот, и, то есть, ну, соответственно, тоже люди едут, едут, и, допустим, кто-то там живет, я не знаю, на улице, там, кто-то живет на вот этой улице, там, кто-то живет на вот этой улице. И, то есть, соответственно, тоже они постепенно рассасываются. Кто-то съезжает здесь, его дом здесь, кто-то там едет дальше. И, то есть, для того, чтобы, ну, просто разгружать трафик. И, в общем, ну, казалось бы, окей, окей, но просто много... Просто я объясняю вот для чего. Для того, чтобы не было вот таких вот, например, ситуаций, типа, да? Ну, вы поняли, короче. Потому что... Потому что в чем суть? В чем прикол, если вы вот делаете вот так вот? Как это мешает? Каким образом это нагружать ваш трафик будет? Смотрите. Представим, что вот у нас тут вот нейберхуд наш, вот этот, да, любимый. И, получается, здесь у нас просто жилые дома стоят. Скорее всего, вдоль коммерции вы поставите... Ой, вдоль коллекторной дороги вы поставите либо, опять-таки, коммерцию, либо какие-то парки там, может быть, не знаю, университет или высшие школы, вот. Вот. И, то есть, они четырехполосные, потому что на них большой поток грузовиков коммерческих будет идти. Либо же вдоль артериальной вы ставите коммерцию, вот. На них большой поток грузовиков, и, как бы, они с ним справляются, у них четыре полосы. И, казалось бы, ну, ничего страшного, пускай в районах жилых тоже побудет четыре полосы, мало ли, там тоже много людей живет. Вот. Но прикол-то вот в чем. Когда всем нужно куда-то выехать, на работу или куда-то еще, вот в этом случае, то есть, у нас выезжает, как вы можете заметить, то есть, ну, смотрите, у нас целых два выезда близко, потому что, ну, они маленькие, эти нейберхуды. Вот. И выезжает отсюда две машины, значит, отсюда две машины. Ну, и давайте вот возьмем, допустим, вот это вот место. То есть, отсюда две машины. И, как бы, ну, один налево там, один направо, получается, либо же они оба поедут направо, налево, я не знаю. Ну, короче, как бы это получается, ну, как это называется? Короче, это, получается, перекресток такой равнозначный, равноценный, как это называется. Ну, типа, то есть, смотрите, тут, как бы, все дороги одинаковые, и, то есть, нет какого-то приоритета. В этом же случае дорога куда меньше, и выезжает только одна полоса. И нагрузка, соответственно, на вот этот перекресток, конкретно в этом месте, когда люди здесь проезжают для того, чтобы сквозь, сквозь город проехать, куда-то там, я не знаю, вот сюда, к примеру, сюда к коммерции, да? Нагрузка на этот перекресток, соответственно, минимальная. И большинство людей просто спокойно проносятся, не замечая вот этих вот, кто выезжает из своих жилых районов. А больше здесь дороги и не нужны, потому что жилые районы, в них, ну, особо-то нагрузки нету никакой на дороги. То есть, в жилых районах вы можете хоть, ну, типа, вообще, типа, все, ну, получается, все дороги вот такими вот узкими делать, и как бы кучу-кучу всего назонировать. В жилых зонах, типа, там особо нагрузки на трафик не идет. Вот, но вот конкретно в таких перекрестках, то есть, вы понимаете, будет нормальная такая нагрузка на трафик. Вот. Точно так же и здесь, соответственно. То есть, да. И как бы почему нельзя сделать, допустим, вот так? То есть, соединить сразу с этой дорогой? Можно. Типа, можете соединить. То есть, и без проблем, и, в принципе, я не говорю... Ну, то есть, естественно, все эти правила можно нарушать без проблем. Я просто это рассказал, потому что, возможно, когда-то это вам поможет, к примеру, от пробок избавиться. Вот. Возможно, вы заметите где-то такую ошибку. Но правила спокойные эти все можно... Ну, как спокойно? То есть, с расчетом на то, что вы, как бы, знаете, что вы делаете. Вот. То есть, можно это все нарушать. Можно делать там, ну, какие-то другие дороги. Можно сделать там, к примеру, развязку где-нибудь в центре города, и две артериальные вообще пустить там в разные стороны. То есть, это все вполне себе нормально будет. Но, Дун, то есть, можно вот вдоль этой дороги, допустим, прозонировать. Но просто, пожалуйста, не надо только единственное, что делать вот реально... Ну, так, как я только что показал. Не надо делать весь город из-за артериальных дорог. Вот. И... То есть, но вот это вот то, что я сейчас показал. То есть, вот так вот не... Ну, можете, опять-таки, делать. Это, как бы, все на ваше усмотрение. Но так обычно не делается для того, чтобы, опять-таки, была иерархия, которая позволяет трафик балансировать. То есть, чтобы у нас люди... Вот, ну, как бы, грубо говоря, вот у нас один блок, да, для жилья. Вот у нас другой блок для жилья. И, то есть, ну, и как бы люди съезжают на коллекторную дорогу тем, кто живет, допустим, в этом блоке. И тут уже съезжают на локальные дороги. Соответственно, ну, а кто-то съезжает на коллекторную дорогу в этом блоке. Вот. И, то есть, если бы здесь были еще лишние какие-то соединения, если бы вообще наиберхуды вот эти вот так вот соединялись с артериальной дорогой, то, соответственно, ну, и съездов было бы куда больше. То есть, и людям этим... Ну, потому что места много надо в этих наиберхудах ваших. Вот. И, то есть, нагрузка была бы куда в разы больше. Потому что... Ну, блядь. Что я объясняю? В принципе, вот. И, типа, то есть, если так люди просто съезжают вот здесь на коллекторную дорогу, и плюс тут трафик хорошо распределяется, то здесь у людей было бы аж на два, получается, выезда, видите, съезда больше. И, то есть... Ну, и плюс ко всему, этими съездами бы пользовались те, кто... Ну, то есть, кто живет только на этой улице, по сути, да? Ну, либо там на улице, которая бы шла еще дальше. Чуть-чуть. Вот. Ну, то есть, минимум людей. Окей, но перекресток это уже создает, как бы. И тут... Ну, можно, конечно, да, убрать там светофоры, вот это все. Но это дополнительное соединение. И, в общем, это, как бы, ну, в любом случае, как-никак, ну, начнет нагружать дороги. И, то есть, соответственно, если весь город точно так же делает, то, в принципе, ну, понятное дело, что это может сказаться на каких-то проблемах с трафиком. Вот. Фух. Ну, впрочем, давайте теперь тогда подытожим. То есть, у нас, получается, в первую очередь идет вот шоссе наше. Не в ту сторону. В первую очередь идет шоссе. Затем у нас идет артериальная дорога. Затем у нас идет коллекторная дорога. Поближе. Поближе. Можем? Миша, Миша, поближе. Хорошо. Вот. И после всего этого у нас идет уже, получается, локальная дорога. Вот. Таким образом, то есть, трафик даунгрейдится. И, соответственно, здесь у нас просто люди между городами. То есть, тут поток трафика гораздо больше, чем на всех остальных будет. Да, вот почему я это слово не использовал, когда, блядь, объяснял. У меня вечно важные слова вылетают из головы. Короче, ну, то есть, важные слова в том плане, что которыми легко объяснить. Вот. На хайвей шесть полос, потому что поток трафика огромный. Потому что между городами кто-то едет в ваш город. Плюс еще нагружено людьми из других городов. Вот. Здесь, значит, тоже шесть полос. Потому что, ну, чтобы эффективная развязка была. Чтобы эффективно люди могли проезжать там, куда-то заезжать. Вот. Ну, то есть, чтобы не даунгрейдиться с самого хайвея. И люди здесь там не тормозили кого-то, да. Типа, кто хочет прямо проехать. Ну, это тут можно и линии, и вот эту полосную математику использовать. И, короче, не математику, а все на свете. Вот. Значит, соответственно, здесь тоже поток достаточно большой трафика. Потому что основная дорога через весь город. И потом идет даунгрейд еще до коллекторной дороги. На которой поток трафика уже меньше. Потому что она идет не через весь город, а только через один какой-то райончик. Ну, и, соответственно, локальная дорога, которая вообще не нагружается. Которая идет просто одной улицей. И там пару жилых, ну, пару десяток, не знаю, жилых домов стоит. На которой вообще всем, как бы, ну, то есть там очень мало людей. Вот. Собственно, все. Надеюсь, понятно было хотя бы что-то. Собственно, вот она, дорожная иерархия. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, денег, удачи. И, конечно же, включите колокольчик. Да. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok